Арктические морозы для Ненецкого округа далеко не редкость, но нынешняя зима по своей суровости обошла все предыдущие. Аномально низкие температуры держатся уже более полутора месяцев, издавать свои позиции не собираются. Мороз и солнце – день чудесный, но так ли это на самом деле, расскажет наша коллега Елизавета Кабанова. Аномальные морозы в Ненецком округе никак не хотят отступать. В ночь с 16 на 17 января ожидается похолодание до минус 39 градусов с порывами ветра 7-12 метров в секунду. По словам метеорологов, морозы на территории округа еще будут продолжаться. Такая же аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 и более градусов в сторону холода сохранится вплоть до 22 февраля, и она будет составлять минус 30-35 градусов. Также с ветрами различных направлений, но уже силы будет меньше до 5 метров в секунду. В третьей декаде февраля температура воздуха повысится и будет составлять минус 20-25 градусов. Но это еще не норма. Привычная температура для этого месяца составляет 17 градусов ниже нуля. И в предыдущие годы она была куда выше, поэтому сейчас важнее всего погода в доме, причем в прямом смысле этого слова. При поступлении нам информации по ЕДДС, то есть либо МЧС, о том, что усиление ветра идет, либо отрицательная температура воздуха, то есть холодная улица. Мы готовим телефонограмму в муниципальном образовании, ресурсонабжающим организациям, также управляющим компаниям, то есть о том, чтобы они обеспечили дополнительный контроль, то есть и готовность своих аварийно-диспетчерских служб к этим инцидентам возможным. Что касается теплоснабжения, аномальные морозы не пугают профессионалов, куда хуже было бы в случае резких перепадов. Специальные температурные графики рассчитаны под температуру наружного воздуха, что позволяет котельным работать в обычном режиме. На случай аварийных ситуаций у отопительных организаций всегда есть протокол действий. У нас персонал тоже подготовлен ко всем действиям. У нас разработаны положения, инструкции, как действовать в таких ситуациях. И поэтому есть дежурные у нас бригады, есть диспетчерская, куда поступает сигнал. И диспетчер организовывает тут же моментально устранение аварии, и мы отрабатываем. Надеяться на теплую весну также не стоит. По предварительному прогнозу, март на территории нашего округа также может оказаться суровым.